Первое Евангелие воскресное, самое короткое, известное, очевидно, духовенству большинству наизусть, поскольку это же Евангелие читается на крещении. И там слышен голос воскресшего Господа Иисуса Христа, обращенный к апостолам, «идите во весь мир», говорит он, перекликается со словами тоже Марка, «крестить все народы». Значит, воля Божия, прямая воля Божия, высказанная в слове, заключается в частности и в том, чтобы все народы услышали евангельский голос, все народы были крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа и составили из себя единую вселенскую церковь любви и согласия, преодолевая внутри себя Духом Святым различные противоречия. Противоречия между бедностью и богатством, противоречия между чернокожими и белокожими, между знатными и незнатными, между образованными и необразованными, благородными и худородными. Различий очень много у человечества. Эти различия непреодолимы. Как бы ни бились различные законодатели и реформаторы мира, у них получается всю сикость-накость, что мы на сегодня наблюдаем. Ради мира можно передушить всех от ненависти и ради равенства можно закабалить людей так, что никакой тиран не придумает. Все противоречия человечества разрешаются только одним способом. Только покаянием и взаимной любви по дару Духа Святого. Не человеческой любви, которая бывает всегда тщеславная, хитрая, желающая взаимной похвалы, взаимной любви. Эта любовь ничего не стоит, никуда не годна. Только в Духе Божьем. Итак, воля Божия в том, чтобы услышали Евангелие все люди и приняли Бога верою все люди, как написано, чтобы он был верою принят в мире. Проповеден в народах, принят верою и вознесся во славе. На сегодняшний день, уже спустя 2000 лет после начала евангельской проповеди, мир много раз сталкивался и разбегался. И на сегодняшний день устаканилась такая ситуация следующая. Есть народы, которые считают себя христианскими. И люди, рождающиеся в этих народах, традиционно считают себя христианскими без никакой заслуги со своей стороны. Ну как бы, говорит, ну родился я греком, ну то я и православный. А родился бы гретья, например, там на Аравийском полуострове, ну был бы я магометанин. А родился бы в лесу в Полинезии, ну то был бы я язычник. Ну как-то так люди думают. И есть христианские народы, якобы христианские. Есть нехристианские народы, якобы нехристианские. И так-то все разбрелось по углам. И уже, так сказать, затвердело в этом всем таком состоянии. И это неправда. Это неправильно. И вот мы сейчас живем в период, известный всем вам так называемой глобализации. Когда изрядно становятся прозрачными границами между государствами. Но не во время войны, конечно, не во время пандемии. А вообще они становятся прозрачными границами. И свободно перетекают с края в край капиталы, товары, люди. Люди смешиваются с другими культурами, спокойно женятся на людей, на людей от других кровей. Перемешивают кровь, обычаи и так далее. В этом процессе еще много хорошего, на самом деле. Он сам по себе страшный, потому что, в конце концов, эта вся каша закончится тем, что безбожник... Безбожников же много, все равно, их же больше. Безбожники с безбожниками подружатся и соединят это человечество в одну такую безбожную кашу, над которой воцарится Антихрист. Это к этому идет. Но, в принципе, там есть и Божий замысел. Например, чтобы человеку, который уверовал в Иисуса Христа, но живет, например, в Иране или в Ираке. В Ираке там полегче. В Иране, допустим, или же в Саудовской Аравии. Или живет, скажем, там где-нибудь в Пакистане. Чтобы ему свободно исповедовать Иисуса Христа, не боясь за свою жизнь, ему часто нужно просто уехать. Уехать в эти образовавшиеся бреши. Куда-нибудь поближе, туда, где больше христиан. Сбежать попросту. Потому что переход из Ислама в другую веру, в Исламе наказывается смертью. И там есть множество тайных христиан, которые, по сути, платят за свою веру страхом смерти и самой смерти в этих всех странах. А если возникает возможность уехать, облегчить себе жизнь, то они очень быстро, многие, не все, конечно, нет, не все, далеко не все, но многие из них искренне переходят ко Христу, потому что знают, что Он Господь, что Он воскрес из мертвых, что Он Спаситель. То есть у нас, например, недавно эта мысль, я себе ее так в голове и в сердце ношу, например, в больших городах, в миллионниках, и, само собой, в Москве, есть множество вузов. Не только в Москве, тоже Питер, или Ростов-на-Дону, или Екатеринбург. Большие города, такие культурные центры. Там есть множество вузов. А в каждом большом вузе есть иностранный факультет. И не один. То есть приезжают люди с самых разных краев. Из Вьетнама, из Анголы, как из Союза еще было, из других стран снова, и европейцы приезжают. И я всегда думал, как бы было хорошо, чтобы эти иностранцы, приезжающие к нам, для того, чтобы овладеть профессией, например, хирурга, или инженера, строителя, чтобы они здесь, у нас, на родине, не развращались, не вот купить научались, и по девкам шляться, значит, такое бесстрашно, чтобы они здесь научились молиться Иисусу Христу, выучили бы русский язык, потом бы прочитали бы Достоевского, потом бы походили бы в Большой театр, потом бы засунули нос в русскую церковь, в одну, в другую, в третью, потом бы им там понравилось, потом бы нашли бы себе какую-то девчонку хорошую здесь, нашу, православную, потом бы покрестились, остались бы здесь, или уехали бы к себе, уже таким сформировавшимся, полноценным, настоящим христианином. Это в наших силах. Это в силах нашей цивилизации. Только мы об этом, к сожалению, не думаем и не говорим, и не стремимся к этому. То есть если бы эти многомиллионные массы иностранцев, приезжающих сюда, на всякий случай, по музеям походить там, сувениры купить, какую-нибудь гармошку там или балалайку, если бы они все узнали Бога через нас, через наши богослужения, через наши какие-то такие духовные усилия, то мы бы, по сути, совершали величайшее миссионерство в мире. Потому что, повторяю, что воля Божия заключается в том, это не отменено, это никто не отменил. Никто не сказал, например, что на веки веков, например, Китай будет атеистическим или конфуцианским. Нет, воля Божия, чтобы Китай был христианским. И никто не сказал, что Асадовская Аравия будет всю жизнь Магометанская, например, или Магометанская будет объединенный Арабский Эмират. Господь хочет, чтобы все знали Иисуса Христа, чтобы Сына Божьего знали все. То есть в этом есть воля Божия. А все в нашем мире происходит, наоборот, как бы полностью противоположно. Количество христиан уменьшается в мире, но где-то увеличивается на самом деле, а где-то уменьшается. Но нет такого торжествующего шествия Евангелия по миру. Хотя у нас сегодня в руках столько оружия, у нас сегодня и техника работает на нас, аудио, видеозаписывающие, печатные станки могут шлепать миллиардами, тиражами любые хорошие книжки. У нас есть переводчики, у нас есть специалисты во всех областях науки, техники там или богословских науках. Вообще нас много на самом деле. Смотрите, какую великую задачу Господь Иисус Христос положил на плечи какого ничтожного числа людей. Одиннадцать учеников пошли в Галилею, в гору, куда им заповедовал Иисус. И увидели Его, и поклонились Ему. А некоторые засомневались. И Он приступил к ним и сказал, идите, крестите все народы. Вот этой вот кучки людей. Идите, крестите все народы, ни больше, ни меньше. Вот этой кучки людей. И я, говорит, с вами во все дни до скончания века. То есть научите их и крестите. А потом учите их всему тому, чему Я научил вас. Они пошли. Они даже не представляли себе, какая большая земля. В понимании евреев на земле народов 72. И все. А у нас только в одном, только Российской Федерации 172 народности живет. Как минимум. А я, может быть, еще не точную цифру называю. Может быть, 200 и более. А евреи думали, что всего-то в мире народов 72. А Господь, как раз, избрал 12 апостолов ближайших, 70 дальнейших. И вроде бы они должны были ко всем пойти. Но они рванулись проповедовать. Как кони скаковые. Они рванулись с места в карьер. Для того, чтобы обойти всю Вселенную. Сегодня, как бы, значит, есть такое... Есть великая жажда. Жажда Евангелия. И нету этой жажды такого достойного утоления. Только по причине нерадения и слабости. Как бы вот то, что мы говорим, соль теряет силу. Если соль потеряла силу, она больше не нужна. Ее нужно выбросить и растоптать ногами. Так написано в Слове Божьем. Поэтому, если христиане будут соленые, если у них будет соль в себе, нам сказано, имейте соль в себе, и мир имейте между собой. Слышите? Имейте соль в себе, и мир имейте между собой. Имеешь соль, не сгниешь. Если ты без соли, ты сгниешь. Потому что соль уберегает от гниения. Вот это отсутствие соли в христианине, или в христианах. Когда мы так, ну, мы вроде верим, так сказать. Ну, верим, да. Но нету этого, вот этого огня этого Божьего. Как бы Христос же говорил, что огонь пришел свести на землю. И как я хочу, чтобы он уже разгорелся. Чтобы эти сырые сердца подсохли, чтобы они воспламенились. Чтобы начали гореть любовью к Богу. А потом уже и к ближнему. Что ближнего нельзя не полюбить, если ты любишь Господа. Невозможно. Вообще про ближнего даже думать не стоит специально. Нужно влюбить Бога. А потом, когда к Богу приблизишься, ты полюбишь всех вообще. Без различия пола и возраста. И цветокожия, и образования. Тебе будут люди милы, как братья во Христе Иисусе. Это неизбежно. Это так. Это истина. Просто людей любить не надо специально. Без Бога их нельзя любить. Это будет коммунизм. Коммунисты же тоже так говорили, что Бога нет, его любить не надо. А ближнего любить надо. И поехали любить ближнего. Настроили концлагерей по всему миру. И рассыпались в прах через 70 лет. Потому что нет у них под ногами твердой опоры. Нету веры. Нету благословения. Нету устремленности в рай Божий. Нету. Есть только ложная, блудная идея построить рай здесь. А здесь его не будет. Хоть ты тресни. Хоть ты вообще не знаю. Что хочешь делай. Здесь рая не будет. То есть они встали на ложь. Делали ложь. Думали ложь. Говорили ложь. Но начинали все с любви. Из любви к трудовому человеку. Из переживания за обиженных, загонимых. И поехали там творить свои дела. Что получилось? Ничего почти что не получилось. Кое-что получилось, что Бог разрешил. Остальное все прахом ушло. Потому что сначала нужно Бога любить. А потом уже и ближнего полюбишь. Не иначе. Но не сможешь не полюбить Бога. Приходи в храм, научись молиться. Постепенно ты одного простишь. Другому все грехи забудешь. Четвертого начнешь греть и питать. За пятого молиться. А шестом переживать. У тебя сердце захочет весь мир обнять, если ты Господа Иисуса Христа полюбишь. Потому что нам сказано, что у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе Господе Нашем. У него было чувство любви ко всем людям. Ко всему Адаму. И у нас то же самое будет, если мы его полюбим. Поэтому мы до сих пор стоим на пороге этой задачи. Вот мы стоим на пороге. Еще не сделали первого шага. Значит, научите всех веровать в Троицу Насущную. Всех научите. Все народы. И крестите их во имя Отца и Сына и Всего Духа. Это до сегодняшнего дня актуальнейшая задача, которая выполняется кое-где. А кое-где вообще не выполняется. Потому что одни об этом думают, а другие думают, что они им сказали. Что-то их не касается. Так что смотрите внимательно. Наблюдайте за собою. Может быть и у вас будут такие друзья, знакомые, которые лишены крещения, лишены веры. Это могут быть самые разные люди. Это может быть сосед узбек или сосед татарин. Это может быть какой-нибудь друг дочери, какой-нибудь алжирец, например. Или друг сына, какой-нибудь, скажем, пакистанец. Это может быть кто хочешь. И может быть вам, не нам, а вам, придется кого-то просвещать, кого-то вразумлять, с кем-то поделиться чем-то, кому-то какое-то осторожное, маленькое слово сказать. Слово, оно же маленькое, оно же невесомое. Но если сказать его вовремя, оно попадает в глубину сердца, вырастает там целое дерево. Только нужно знать, когда и что сказать. Вы должны тоже этим заниматься. Мы, это вообще, про нас вообще разговора нет. У нас будет Господь душу вытряхивать за безбожное, бездарно проведенное время земной жизни. А вот вы тоже должны быть немножко апостолов. Мы же дети святой, соборной и апостольской церкви. Поэтому у нас все еще впереди. Мы еще ничего не начали толком. Мы только-только пытаемся, как бы, проснуться от тяжелого сна и стать христианами, стать людьми. А потом уже, когда мы станем людьми и христианами настоящими, мы тоже будем проповедовать. И вы будете проповедовать. Не только мы, но и вы тоже. Потому что Слово Божие не имеет отмены. Он сказал, все народы крестить, значит, нужно крестить все народы. Аминь и Богу славу. С праздником. Субтитры создавал DimaTorzok